Всем здравствуйте! Это новости Турции. Кто открыл подобное видео впервые на YouTube, для вас я поясню немножко. Это мой личный блог, я никакой не журналист, я просто перевожу на русский язык новости, которые происходят в Турции. Новости из открытых официальных источников, рассказываю, что иностранцу и туристу может быть интересно здесь в стране. Ну и просто, чтобы вы знали, чем на самом деле живут турки, интересуются, о чем беспокоятся, какие у них настроения. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку на телеграм-канал самых свежих инвестиций о Турции. Подписывайтесь обязательно. Давайте переступим. Политические новости от президента. И, как все знают, самая обсуждаемая тема этой недели был саммит НАТО. Президент тоже там присутствовал. И заявление, которое он сделал, в первые еще дни обсуждалось очень активно внутри страны. В Твиттере, в социальных сетях люди между собой судачили и вообще это обсуждали. Тоже это всех очень сильно удивило, и все гадали, какие там многоходовочки. Зачем это сделано? Почему это было вообще сказано? Я не буду приводить цитату, но суть такая, что Турция уже даже отправила документы на согласование и не против вступления Швеции в НАТО, но при этом просит взамен продвижения и заявки Турции в вступление в Евросоюз. Та-дам! Все, конечно, очень сильно удивились. Как те, кто голосовали за президента, так и те, кто голосовали против оппозиции. Сейчас объясню с двух сторон реакции людей. Те, кто были за президента, они как бы вообще не поняли, что происходит, потому что очень активной перед выборами была, естественно, пропаганда и риторика о том, что Америка планирует заговор. Если президента не выберут, то это точно все подстроено. Будет революция и переворот, которого не состоялось, хочу вам сказать, да, что оппозиция вся куплена Европой и Америкой в Турции, что они хотят напасть на страну, лишь лишить нас суверенитета. В общем, все страшно, ужасно. У нас очень сильно увеличился объем производства оборонной отрасли в стране. Это очень большое производство сейчас идет. И оправдывается тем, что нам надо от всех врагов вокруг защищаться. Идея была, знаете, такой диссонанс. Нам очень долго рассказывают, что это враги и все опасно. И сейчас мы к ним туда просимся. Вопрос, зачем? Заявка была очень давно, еще в 90-х, подана Турции. И даже вступление в Евросоюз, это не было большой спекуляцией на предвыборные гонки. Даже оппозиция особо это не использовала как инструмент давления, если так можно, да, заманивания, чтобы за них голосовали. Да, об этом говорили, но тема вступления в Евросоюз была актуальна на предыдущих президентских выборах еще 5 лет назад. Сейчас вообще-то тема ушла с повестки. И очень большой процент людей Турции, которые не хотят вступать в Евросоюз. У нас страна, ну, в принципе, 50 на 50 она и разделена. Да, ты не можешь, по-моему, туда вступить, ну, в моральном плане, когда полстраны против этого и не хотят. Поэтому это вопрос подвисший. Кто-то очень сильно этого хочет. Кто, короче говоря, по сути, турки хотят жить в Евросоюзе, а не уезжают, просто эмигрируют в европейские страны. И все. Никто не надеется, что Турция туда вступит или Турцию возьмут туда. Потому что на стране есть санкции, санкции обороны, военные, там, самолетам и так далее. То есть, ну, это вообще нереально абсолютно. Какие же были, знаете, мемы, шутки парочку дней со стороны оппозиции в соцсетях? Очень официальные люди об этом заявляли, так шутили. По сути, Эрдоган косплеит калыч дорогу. Может быть, мы вообще выбрали того президента, страна правильного, потому что он вообще идет по повестке, по обещаниям, которые были у демократов. Не именно прям вступление в Евросоюз, но сближение, общение. Ну, и, в общем, все в таком роде. Как бы, одни смеялись, другие удивлялись. Но в недоумении были абсолютно все. Никого не обошла стороной эта новость. Меня спрашивали, писали комментарии, как вообще обсуждалась встреча с Зеленским в турецких СМИ. Просто обсуждалась встреча. В основном упор был сделан на зерновую сделку, на ее продление, на кто думал, что Турция помогает, Украине не помогает, а продает снабжение, вооружение и так далее. Чистая экономика, политика, ничего такого сверхъестественного не было. Просто тезисы были абсолютно ожидаемые. И обсуждалась ли вот эта выдача азовцев в военных обратно Украине вообще особо не. Да, в СМИ была немножко информация, фотографии были. Очень в мелких изданиях не форсилась особо. Честно скажу, это же работа новостей на внутреннего потребителя в стране. Я вам больше скажу, очень много турок даже не знали, что какие-то военные из Украины очень много месяцев жили по гарантии на территории Турции страны. Для них в принципе сам факт этого был новостью. Кого куда отдали, увезли, не увезли, их это особо часто скажу не интересует. Это не дела их страны. То есть не касается каждого, знаете, внутреннего. Это не твой кошелек, это не твои соседи, это не твоя частная жизнь. Это там политики что-то решают. Ну мы же его выбрали, у нас лучше, чем мы. Ну пусть там и решают. На 5 месяцев посадили в тюрьму, то есть был результат со судебного заседания парнишку 14-летнего, который в соцсетях оскорблял, нехорошо отзывался о президенте Эрдогане. На него пожаловались. У нас очень хорошо работает киберполиция. То есть все, что пишется в интернете, все анализируется. Или есть киберпреступления. Эси с этим очень быстро разбираются. И вот, кстати, к этой новости еще про киберпреступления расскажу. Этого парня, несмотря на то, что он несовершеннолетний, на 5 месяцев у него арест. У нас очень сильно сейчас в стране. Последние прям 2 недели и продолжается. Обороты, кстати, набираются. Естественно, лодки каких-то террористов везде, это понятно. Очень часто у нас теракты предоставили перед выборами, это активно было. И очень много рейдов на, опять же к вопросу, кого мы выбирали, на нелегала в стране. Кто переходит в страну границу, кто приезжает в Турцию нелегально, без документов, здесь как-то непонятно пытаются работать. Кто как-то скрывается, криминал различный, кто вот этим занимается. То есть постоянно в новостях какие-то зарисовки о том, вот этого арестовали, накрыли людей, которые организовали банду, которые сеть вот эту по перевозу людей через границу за деньги большие, или кто здесь делал какие-то фальшивые документы, помогал оформлять фальшивые прописки и так далее. То есть вот эту вот структуру внутри самих турок, которые это делают, и самих эмигрантов, которые этим пользуются. Эмигрантов так по чуть-чуть по вершкам, но именно направлено это на цель, на вот эту структуру внутри страны, на коррумпированных людей, или организованные какие-то незаконные группировки, которые помогают нелегально, вот этот вот бизнес, короче, его накрывают сейчас. И опять же к вопросу про эмигрантов, что было, какие обещания перед выборами, и что по факту мы сейчас, какую чистку имеем. Это тоже люди рассуждают в плане демократов, типа, по сути, это то, что обещал Калыч Дарву на предвыборной кампании, просто это делается очень тихо. Это показывается в новостях, но огромного акцента на это не делается. Это там третья, пятая новость повестки дня, так, больше это в интернете информация форсится с фотографиями всякими, ну не особо там в телевизоре акцента огромного на это не делается, но это идиот. Я к тому, что это нелегалы, не все иностранцы, которые приезжают, чтобы вы не путали, а кто это делает нелегально и незаконно. И вот, например, в телеграмме новостей свежих о Турции, подписывайтесь, ссылка в описании, был сюжет видео о том, что на пляже городском Стамбуле, как много иностранцев, турок там вообще практически нет. Это обычно всякие мужчины, эмигранты в основном. Конечно, они приходят по глазу где-то на женщин и так далее. И пример про чистку эмигрантов. Один вроде бы сирийский, я не помню точно, или афганский, скорее всего, из Афганистана, эмигрант, то есть легально здесь находящийся по документам. Был на городском пляже Стамбула, снимал турчанок. Турчанок, ну вообще, женщин всех, и там просто в кадр попали, в частности, турчанки. В купальниках с детьми кто-то занимался, если так можно выразиться, там играл, там все такое прочее. Особо там комментариев не было, но снимал там, простите, попы и так далее, женщин в купальниках, и выложил это в соцсети, в ТикТок. Вот киберполиция его нашла за несколько часов, у нас все очень легко работает. IP-адреса, на что-то симка зарегистрирована, номера и все прочее. Его вообще уже к вечеру было, уже следующее, скажем так, в обед, о том, что скандал турки очень подняли в требучую большую на эту тему, что он себе позволяет вообще отвратительно. Быстренько его находят, и к вечеру того же дня, уже в социальных сетях и в официальных новостях страны, видео, как он едет в автобусе, в бусике, с другими нелегалами, уже на границу. Его просто отвозят на границу, выселяют, все, до свидания, вы депортировали без права возвращения в страну обратно. Его тоже обсуждалось активно, кстати, на телевизионных каналах и в вечерних новостях парочку дней назад. В Твиттере был комментарий просто одной женщины, что так дорого, так плохо живем, просто комментарий обычный в соцсетях, что скоро мы будем в холодильниках, пытаясь более-менее к цитате ближе, мы люди будут умирать, а мы их будем хранить в холодильниках, похороны это тоже дорого, сама вот эта процедура, все в стране дорожает, мы людей что уже скоро, типа, родственников в холодильниках хранить будем, ну что-то такая фраза в общем была. И люди очень на это обратили внимание, обсуждалось немножко, и буквально на следующий день полиция нашла останки расчлененные молодого человека 19-летнего в Стамбуле в холодильнике в квартире. Его папа, это просто ребенок, ну и ребенок, подросток, уже взрослый, юноша, 19-летний, он был взят в плен за выкуп, шантаж его папы, это был вот в понедельник, и в середине недели, в среду его нашли расчлененным убитым. Очень страшная, конечно, история, но папа у него непростой. Папу зовут Мустафа Кассадара, он обозреватель газеты. Ну такой, но не политические дети, он журналист, обозреватель газеты, пишет колонки, и вот с целью давления был украден его сын, в итоге убит. И как бы, знаете, эти две новости очень наложились, вот этот комментарий в Твиттере, который до этого... Ну сам факт немножко про другое, но сам факт нахождения расчлененки в холодильнике, ну прям даже государственные каналы не пытались замять это как-то, очень активно это обсуждалось, что ну это просто зверство, вообще нравы и все прочее, к чему мы, куда мы идем. Также в последние несколько дней стали появляться обсуждения в интернете, скажем так, научных сотрудников, которые работают с землетрясениями, о том, что в Стамбуле предвещают землетрясения в 7 баллов, даты никаких нет, ориентировочных месяцов нет. Я раньше, до этого, когда был погоден за землетрясение, об этом мы говорили очень активно, я бы все сказала, что предугадать это фактически нельзя, там буквально за несколько только минут, если мы берем предугадывание какой-то техническим прогрессом, да, какими-то приборами, измеряются толчки земли и так далее, подземные толчки. Ну, то есть узнать там за месяц, за два, за три дня, ну, практически невозможно. Почему эти вообще рассказы пошли? Почему? Непонятно. Вообще-то тема про семибальное стамбульское в мраморном море землетрясение, ну, пойдет он, естественно, в Стамбул, оно было уже давно, и не только полгода назад, когда все очень сильно активно байсы побежали проверять свои дома, я вам про это рассказывала, ну, и несколько лет назад. Вот крупное в Стамбуле землетрясение было вроде бы два года назад, или год, я уже не помню, они у нас часто бывают, когда там. И вот, кстати, зимой 5 баллов, 5 с чем-то было зимой, ночью, я помню. Вот это было реально очень страшно. Вот. Вот эти рассказы не каждый раз, когда что-то такое происходит, провокация землетрясения. Но на чем основаны эти доводы научные? Это анализ землетрясений, которые были когда-то в Стамбуле на протяжении исторического там периода, типа в тысячу лет вроде бы, да. То есть просто они анализировали, математически вычисляли, закономерности, по цифрам смотрели. Это очень сильно новость всех всколыхнула, все начали это обсуждать, все боятся, естественно, все боятся землетрясений. Как говорится, мы под богом ходим, и неизвестно у кого, когда это что произойдет, в каком месте. И тем более Стамбул, это вообще разрыв тектонических плит. И вот самое страшное, по сути, одно из страшных мест в этом плане, неспокойное. Конечно, все же среагировали. Но когда начали размышлять, ни фактов конкретных, ни доказательств, ни методологии под этими заявлениями, по сути, нет. И вообще про эти 7 баллов предполагаемое землетрясение в Стамбуле слышится очень давно, не один уже год. Потому что, что этого не будет. Скорее всего, мы это больше принимаем, понимаем, что, скорее всего, будет. Но надеемся, что, может быть, обойдет, или все-таки оно не произойдет. В общем, как всегда, надеемся на что-то лучшее. То есть, кто увидел эту новость, сильно не бойтесь. Какой-то научной подоплеки основания покажут под этим нет. И хочу сделать апдейт новости из прошедшего выпуска. О том, что, помните, в Стамбуле на дороге был конфликт. Адвокат столкнулся, скажем так, поссорились на дороге с полицейским в звании, который работал в госнаркоконтроле. И у него был в Монзерате. И он переломал адвокату ноги в конфликте. А адвокат на него подал заявки, откуда вообще у него деньги, почему полицейский может позволить себе машину за 300 тысяч долларов, роскошную, там, почти за 9 миллионов лир. И это было буквально полторы недели назад. Два дня назад этого полицейского нашли застреленным в своем автомобиле. Что можно сказать? Большие деньги любят большую тишину. Пока что, типа, идет какое-то расследование. Неясно, что и как, какие мотивы. В Мугле, в Бодруме лесные пожары. Поймали одного мужчину. Пожар очень был большой. Людям прям реальный день. Было очень трудно дышать. Такой очень спертый. У нас очень большая жара по 40 градусов сейчас. Дышать, в принципе, нечем. Воздух очень такой спертый, знаете, тяжелый. Тяжело вздохнуть, спасая только кондиционеры. И при этом поймали мужчину в Бодруме, который просто сделал лесной пожар. Когда он спросил, зачем ты это сделал, там были очень большие масштабы географические, да, лесов, которые горели. Он сказал, ну, мне просто было интересно, как загорится трава. Загорел лес огромный. Слава богу, люди не пострадали. В Измире вообще эвакуировали две деревни людей. Ну, это не деревня, это называется типа деревня, но это такой поселок городского типа при Измире, там, нового типа, там, дюплексы, всякие дома. У нас просто там знакомые живут. Из первых уст я это знаю. Их эвакуировали на два дня, потому что прям к домам подошел лесной пожар. В общем, Турция, вот, лесные пожары, такая тема сейчас у нас будет землетрясение, сейчас у нас пожары летний сезон идет, все очень боятся. Ну, как показывает статистика, к сожалению, что большинство лесных пожаров, это либо поджог, либо кто-то, то есть неприродно это происходит, происходит по каким-то обстоятельствам, людьми. Ну, и вообще, напоследок, последняя новость, очень сильно у нас сейчас по погоде, что заливает Черноморское побережье последние две недели. Я видела в новостях, что с российской стороны Черноморское побережье, это Сочи, там тоже наводнение происходит, огромные ливни, у нас просто разрывается дорожное полотно гармошкой, смывает асфальт, топит сель, очень много сель сошло, смываются города, дома как бы остаются, но люди гибнут, к сожалению, есть немногочисленные, слава богу, но есть жертвы этих подтоплений, наводнений, просто Черноморское побережье все заливает. При этом, если мы смотрим на карту, если мы смотрим западную часть страны, юг страны, то есть все вообще остальное, все очень сухо, засухо, плюс 40-45 и лесные пожары. Черноморье у нас заливает топик. Вообще, вот этот вопрос подтопления очень сильно, много дорог размыло, то есть прям, знаете, нет дорожного полотна, асфальты, связи между некоторыми провинциями, городами, деревнями. Поэтому, как бы, вот сейчас все идет, восстановление на эти дорожные покрытия, кладут быстрее асфальт, стараются как-то все это компенсировать, чтобы люди не оставались тоже без, скажем, знаете, провизии, еда, чтобы города поставлялись, проблемы вообще с доставкой, потому что нет дорог, все размыто, смыто, мосты смыты и так далее. И реальные потоки воды очень сильные, сносило машины, животных, людей, в общем, очень все серьезно было. Вот такие новости Турции на данный момент у нас в стране. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии под видео, это очень помогает каналу попадать в топы. И также, пожалуйста, распространяйте, делитесь в соцсетях, в WhatsApp и можете отправлять это видео. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих, интересных новостей о Турции. Скоро увидимся. Всем пока.